Ну что ж, раньше времени наступает весна, начинает бурлить кровь, и всему этому нужен какой-то выход. Выход? Нужно какое-то занятие. Выход есть в нашей третьей студии, к нам, да, у нас сегодня в гостях сообщество реконструкторов, которое расскажет о очередном турнире. Что это за турнир, мы спросим уже. А вот они. А вот уже и они. Давайте просто понаблюдаем за ними в их естественной среде обитания. Вот кто у них главный, кого они все слушают. А они знают, что мы их видим? Да. Нет, они не знают, что мы их видим. Хорошо. Просто давайте понаблюдаем, какие они в жизни. Вот так-то они брутальные люди, которые дубастят друг друга железом, а так вполне спокойные люди, даже обсуждающие деловые вопросы. Ну смотри, вот. Забеспокоились. Один из них основатель, другая арт-директор. Давай, представляй. Пришло время. А вот боец профессиональный, он сидит как бы отрешенно, не участвует в этой беседе. Итак, уважаемые наши гости и эксперты, герои настоящие, вы в кадре, вы в эфире. Приветствуем вас. Здравствуйте. Сегодня в рубрике «Сообщество реконструкторов» мы действительно поговорим о международном рыцарском турнире «Воин-2020». И поговорим с кем? Андрей Киселюс, член сборной России по средневековым боям, семикратный чемпион мира, боец-основатель WMFC. Здравствуйте. Да, это он, это он. Да. Наталья Шестакова, да, подожди. Наталья Шестакова, арт-директор Лиги профессиональных средневековых боев WMFC, главный редактор журнала «Медивол Спорт», организатор международного турнира «Воин». И Артем Лубояр, боец по историческим средневековым боям. Все, вы нас слышите? Махните рукой. Слышим. Тремя руками, спасибо. Вы такие радостные. Ну и хорошо. И главное, на лице ни одного шрама, синяка. Что за турнир «Воин-2020», чем он отличается от тех турниров, которые вы нам уже рассказывали, на которые мы ходили, принципиальное отличие. Не знаю, Андрей, давайте с вас. Не знаю, а именно Андрей, пожалуйста. Именно Андрей. Ну, мы, в общем-то, уже традиционно к 23 февраля готовим наш любимый праздник. Вот, так как это праздник мужества, значит, у нас будут выступать рыцари, причем не просто рыцари, а самые лучшие рыцари. То есть у нас будут собираться чемпионы. И чемпионов мы собираем со всего мира. У нас будет Англия, Польша, Россия, много разных стран. Вот, придут самые лучшие бойцы. У нас, что самое у нас важное, у нас будут разыгрываться пояса. Это пояса в тяжелом весе. У нас будет два боя за пояс в тяжелом весе и в среднем весе. И супертяж. А, да, еще и в супертяжелом весе. То есть это не просто бои, не просто чемпионы, а еще и это будет чемпион мира выясняться, который в будущем будет удержаться. Супертяжелый вес, это от скольких у вас? 95 плюс. Это как, это вес нет-то или это вес брут-то в железе? Нет-то. Нет-то, хорошо. Наталья, вам вопрос традиционный, в принципе, что, ну, помимо соревнований, будет вокруг вот этого всего? Потому что у вас всегда интересно и, как это сказать, движуха и вокруг арены тоже. Пожалуйста. Обязательно будет интересная и насыщенная программа. Мы подготовили интересный квест для любого возраста, так как мы ждем зрителей от 0 плюс выше. Поэтому любой ребенок, взрослый, девушка, мужчина, мальчик найдут себе что-то интересное на нашей ярмарке и в нашей интерактивной программе. Естественно, мы готовим шоу-часть и, естественно, наши замечательные бойцы устроят также шоу на самом Росталище. Ну, они, да, на них можно рассчитывать. Я помню, что на предыдущем турнире, а это был действительно турнир турниров, международный, прям вот номер один на планете Земля, там зрители могли поучаствовать, мне помнится, в ножевых боях. Вот будет ли что-то такое? Я много пропустил, я сожалею об этом. Да, пожалуйста. Не совсем ножевых, но они смогут поучаствовать. У нас даже будет рыцарский театр, они смогут манипулировать рыцарями, даже такое будет. Манипулировать? Да, да. Дергать за веревочки? Да, дергать за веревочки. Вы отдадите часть веревочек, за которые дергаете сами, каким-то незнакомым людям, уже интересно прийти. Артем, вы будете бороться, вы будете биться на этом турнире? Да, конечно, я буду биться. Турнир «Воин» это настолько крупное событие в мире исторического средневекового фехтования, что просто невозможно такое пропустить, если, во всяком случае, ты этим занимаешься. А в каком весовой категории, где вас высматривать? Я выступаю в легком весе, до 75 килограмм. Смотрите, приходите, будет весело. А так не скажешь, что вы в легком весе. Хорошо, внушительно выглядите. А кто ваши основные? Да, вы знаете того человека, в бой с которым вы готовитесь и который является вашим ключевым главным соперником? На этом турнире у меня будет серия боев по два раунда, по две минуты. Они, к сожалению, не будут пока что титульными, потому что еще не настолько я хорош. Но в целом мне не принципиально с кем драться, не принципиально когда, не принципиально как. Я люблю это дело и готов к любому сопернику. Вы знаете, Андрей, вы своими турнирами, вообще всей этой деятельностью идете в разрез с мировым трендом. С его толерантностью, принятием терпимости, неконфликтностью. А вот тут звучат слова. Мне все равно с кем, когда, как и так далее. Просто дайте мне человека, и я буду бить его железякой. Это тоже в какой-то степени мировой тренд. Вот нет, на самом деле, мне кажется, что в нашем мире вот как раз той рандности иногда нужна капелька мужества, капелька брутальности, капелька такого жесткого мужского боя. Но мы не забываем, что все-таки это рыцарская честь, доблесть, да, то есть это все то, что в трендах нынешнего современного мира. Ну, безусловно, мы своих оппонентов, каждый из бойцов уважает своих оппонентов. Вне, так скажем, рыцарского аресталища мы все добрые друзья. Но как только закрывается дверь, остаюсь я, остается мой соперник и, собственно, два мяча, которые нас рассудят. Как это называется, забрало-падает, а тут уже не важно. Да, если говорить о брутальности, то у вас есть то, чего, может быть, не хватает в самых, казалось бы, брутальных правилах поединков, в UFC, в боях без правил, у вас можно наносить удары в спину. Вообще, вот что можно сказать, насколько вы прибавляете в зрелищности по сравнению с уже популярными боями без правил теми же? Раскрученными, так сказать. Да, давайте, как это, разожгите в нас огонь, пожалуйста. Вы знаете, мы каждый раз ломаем себе голову, чем удивить зрителей, потому что конкурируем, собственно говоря, с такими гигантами, как ММА. Вот, у нас, наверное, самые большие плюсы, это то, что у нас есть оружие. Вот, мы обычно у нас сражаются рыцари-щитмечи, но мы вот начали добавлять двуручное оружие. То есть, не просто щит-меч, а огромный двуручный топор, вот, он летает, свистит, это потрясающее зрелище. Вы представляете, человека двуручным топором бьют. Уже да. Вот, более. А я, знаете, что представил, конечно, такое невозможное, я представил, как он слетает с топорища, вот тут он добавляется, вот просто. Ой, это каждый раз очень необычное эмоциональное зрелище, если вдруг он слетает. Вот, но, конечно же, у нас правилами регламентированы определенные технические условия, чтобы минимизировать вообще какой-то риск, в принципе. Хорошо. Хорошо. Не знаю, кто ответит, Наталья, Андрей, звезды, которые, ну, ожидаются, ну, найти имена, потому что все равно любое вот такое шоу, оно опирается, ну, на каких-то колоссов, на каких-то чемпионов. Кто? Да, совершенно верно. Мы в этот раз сделали большую рекламную кампанию каждого героя. У нас семь замечательных, блистательных пар, которые будут убиться, в том числе за чемпионские пояса. И мы максимально хотели показать этих ребят, героев, чтобы люди, зрители заранее уже выбрали своих любимцев. А, соответственно, у нас Леваков, это чемпион, абсолютный чемпион в легком весе. И, более того, уникальный случай, вызовы вообще в принципе, он бросил вызов чемпиону в среднем весе. То есть, из самого легкого. Вот, да, так можно. Единственное, вы сказали, что вы заранее представили, а где это увидеть, где смотреть? Это на наших ресурсах, это также на наших площадках, где продаются билеты, на таймпэде том же самом. Также на интернет-площадках, потом у нас афиши у наших партнеров висят также, и флайеры можно найти. И у вас свой канал на YouTube, как он называется? В MFC Nights у нас огромное количество ресурсов ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм, сайт и так далее. Можно просто вбить, допустим, в поисковике «Воин турнир», там 23 февраля, очень много информации будет. «Воин 2020». Только вбивайте не очень сильно, не сломайте клавиатуру. Еще один человек, ваш поклонник, Игорь Борисович, пожалуйста. Наш режиссер. Ваш поклонник, наш режиссер. Ну, приветствую, приветствую, друзья, ура. Рада вас слышать. Да, не врите, вы меня не видите, потому что мы там, значит, не включили экран. Включили? А, ну, привет тогда. А по поводу, кстати, контактов сети и зрителей. Вот, пожалуйста, читаю, ничего не выдумываю. Рыцари, помнится, должны были завоевать свою прекрасную даму. Да, ну, ладно, дальше не буду. Опять о даме, опять о даме пошла речь. А мы говорили с вами, когда-нибудь дама появится, ну так, ну как символ, да? То есть надо кого-то разыгрывать, за кого-то биться там, я не знаю. Ну, если это мужчина, ему, наверное, это важно. Ну, не важно, ну так, ну так. А вопрос второй. На сегодняшний день какой расклад сил? Какая страна сегодня вот в вашем деле лучше? Ну, или, по крайней мере, очень сильная? Или вы кого-нибудь боитесь? Дурацкий вопрос, но посмотрим, как ответить на это. Знаете, я начну с последнего вопроса. Вот как раз больше всего я боюсь, если какой-нибудь топор слетает с топорищи. Страшный сон организатора. Улетает в зрительный зал, да. И убивает даму, да? Да, то самое. Не обязательно, это может быть кто угодно. Вот, как госпожа удачи, кому улыбнется. Вот, намного больше, чем какую-либо страну. Что касается, кто сохраняет лидерство, ну, к счастью, сейчас, как традиционно, Россия лидирует. Вот, и, собственно говоря, принимает гостей у себя Россия, в частности, Москва. Вот, в принципе, наверное, на пятки больше всего сейчас наступает Англия. Вот, и, в принципе, на этом турнире как раз два англичанина будут присутствовать. Очень хорошие, сильные бойцы. Один из них обладатель пояса в среднем весе. А другой будет биться за пояс в супертяжелом весе. А вот вопрос, кстати, интересный по поводу Англии. Нет ли тут какой-то генетической привязанности к данному виду деятельности, да? Ну, когда мы говорим о рыцарях, мы, в первую очередь, об Англии думаем, да? Вот, из-за этого, ну, приведу идиотский пример совершенно некорректно, но тем не менее, да? Ну, есть, например, вот, если мы возьмем хоккей, но есть страны, которые традиционно, изначально, просто генетически не умеют играть в хоккей. Они играют всегда плохо, да? Вот, и есть страны, которые играют всегда хорошо. Или, например, африканцы в боб-слейп, вот, плохо. Или, да, нет, ну, они, или, например, африканцы, они в хоккейтбол очень хорошо. Я вот такой необычный вопрос, но это интересно. То есть есть какая-то генетическая привязанность. Англия в фаворитах, это случайность или закономерность? Наверное, это потому, что там поляки в составе сборной. У нас такая шутка, что в составе сборной Англии, ну, процентов 40 поляки. Да. И как раз будут биться поляки, да. Вот, ну, а на самом деле, если вот прям совсем серьезно, мне кажется, что усердие и труд все перетрут. Вот, конечно, есть какие-то плюсы, допустим, которые дает какая-то там, ну, я не знаю, георасположение, потому что мне кажется, что славянские народы чуть более суровые, более агрессивные. Вот, но мне кажется, что доминирующие это вот как раз усердие и труд. Любой человек может чего угодно добиться. Ну, понятно. Над варваром считались все даже обзлечения. Вопрос из чата, вопрос из чата. Два. Значит, привет, странник, это наш постоянный зритель. Это наш Екатеринбург. Да, и он пишет, будут ли берсерки, то есть вот эти люди... Берсерки-ры. Он пишет, ну, по-моему, как правильно скажете вы, есть ли такое, будут ли. У нас будет один берсерк, Михаил Вячеслав Мишурин. Потрясающий алебардист, он потрясающий боец, и он покажет... У нас будет как раз уникальный бой, где будут сражаться алебарды с алебардой, грубо говоря. Да, чтобы вы понимали, как он выглядит. Это огромный... не огромный... Это плечистый фактурный мужчина с бородой, как у гнома, в бороду вплетены различные руны, у него татуировки в виде руны. Черепа врагов поверженных. Да, 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 он очень брутален. И тогда это было в качестве вопроса, но, наверное, это можно в качестве пожелания. Я думаю, знаете, чего вам не хватает точно на турнирах? Это зрители говорят. Это зрители говорят. Драконов. Пора уже как-то вот это... вводить драконов, потому что... Вот мы думаем об этом. Да. Мы хотим, да. И это хорошо, что вы думаете об этом. И давайте... Да, давай. Давайте все-таки два слова. Вопрос, что это за пояс у вас лежит, потому что думают, что это перстень большой. Не знаю, как насчет перстня, вот на какой палец. Может быть, только Вячеслава Мишурина, как раз о котором я говорил. Это пояс, мы специально решили ввести интригу, ввели пояса чемпионские. И пояс нужно не просто выиграть, его еще нужно защищать. То есть после того, как человек выиграл пояс, он еще должен несколько лет его защищать. И если он его не сможет защитить, то пояс переходит, соответственно, к претенденту, который пояс отбил. И огромная интрига, то есть пояса переходят друг к другу. Есть определенные правила регламентирующие, как эти бросаются вызовы за пояса и так далее. Но это, в общем-то, верх почета, кульминация рыцарской награды. Спасибо вам большое. И так напоминаем, 23 февраля. Спорткомплекс «Крылья Советов», Ленинградский проспект 24А, международный рыцарский турнир «Воин-2020». Приходите всей семьей, есть дело и праздник для всех. А мы благодарим. Андрей Киселюс, член сборной России по средневековым боям, семикратный чемпион мира, боец-основатель WMFC. Наталья Шостакова, арт-директор Лиги профессиональных средневековых боев WMFC. Главный редактор журнала «Медивол Спорт», организатор международного турнира «Воин». И Артем Лубояр, боец по историческим боям. Желаем, Артем, желаем вам удачи. Возможно, чемпион будущий. Возможно. Наверняка. Наверняка. Спасибо. Надеюсь, дойти до вашего турнира. У меня, знаешь, какой только вопрос. Да. Если теннисный мячик улетает к зрителям, то зрители могут оставить его себе. Если топор прилетел, и так повезло, что он прилетел тебе, можно его себе оставить? Можно. Только не в себе, а в себе. В общем, все эти сушечки про топоры, не бойтесь, там все безопасно, надежно. Мы там были, как видите, все супер. Ну, а вот будет... Ну, по крайней мере, верхняя половина. А вот будет ли безопасно и надежно ближайшим летом из-за погодных аномалий, поговорим прямо сейчас.